здравствуйте дорогие подписчики и гости канала надеюсь что у вас все хорошо сегодня буду готовить вкусные нежные рыбные котлеты здесь 850 грамм филе минтая рыбы я предварительно разморозила сняла шкуру и вырезала хребет у меня было пять рыбин рыба водянистая и мясо распадается на части естественно после разделки рыбы я филе хорошо отжала и нарезала на куски пропускаю филе через мясорубку с мелкой решеткой рыбные котлеты принято готовить из белой нежирной рыбы можно готовить котлеты из одного вида рыбы или смешать несколько видов рыб одну крупную луковицу весом 158 грамм я почистила нарезала на части и пропускаю через мясорубку список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео в миску добавляю одно яйцо 3 столовые ложки панировочных сухарей это 60 грамм и 3 столовые ложки сметаны жирность моей сметаны 20 процентов чем жирнее сметана тем больше ее потребуется добавить фарш мои мужчины любят более сухие рыбные котлеты поэтому я вместо хлеба замоченного в молоке добавляю панировочные сухари хорошо перемешиваю чтобы лук и сухари равномерно распределились фарша если вы любите влажные сочные рыбные котлеты то или уменьшите количество панировочных сухарей фарша до 1 2 столовых ложек или потушите жареные котлеты в духовке под фольгой с небольшим количеством влаги примерно 15-20 минут можно форму с котлетами добавлять не только воду но и молоко или сливки тушить готовые котлеты можно и в кастрюле под крышкой на самом медленном огне одного яйца мало добавляю еще одно яйцо и перемешиваю добавляю соль у меня две трети столовой ложки и одну чайную ложку черного молотого перца все по вкусу мне консистенция фарша не нравится добавляю еще две столовые ложки сметаны и перемешиваю фарш необходимо мешать до тех пор пока он не станет более вязким хорошо еще фарш отбить чтобы вышел воздух если вам нравится это видео то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте поделитесь видео с друзьями вы этим поможете развитию канала такая консистенция фарша меня устраивает чтобы котлеты во время жарки не расползались накрываю миску пищевой пленкой и убираю в холодильник на 1-2 часа через час формирую котлеты чтобы котлеты получились примерно одинакового размера фарш набираю ложкой получившуюся котлету обваливаю в панировочных сухарях на обваливание котлеты у меня ушло примерно 100 грамм сухарей при желании можно котлеты обвалять в муке или в смеси муки и сухарей на сковороду наливаю подсолнечное масло и кладу котлеты жарю на среднем огне примерно две-три минуты переворачиваю на другую сторону и жарю еще две минуты хотела вам показать что фарш перед формированием котлеты тоже лучше отбить так котлета будет лучше держать форму скатать шарик и придать котлете любую форму которая вам нравится накрываю сковороду крышкой снижаю огонь до самого минимального и готовлю еще 45 минут готовые котлеты перекладываю в кастрюлю и накрываю кастрюлю крышкой я тушить котлеты не буду вы можете как я уже говорила их потушить если хотите чтобы котлеты были более сочные из 850 грамм филе минтая у меня получилось 33 котлеты вот такие вкусные нежные рыбные котлеты у меня получились нежность котлетам придает сметана иногда вместо сметаны я добавляю фарш сливки тоже получается очень вкусно резкого запаха рыбы не чувствуется ни в котлетах не при их жарке моим мужчинам нравятся такие котлеты из минтая и они просят их готовить хотя бы раз в неделю есть эти котлеты они любят с картофельным пюре или делают себе бутерброды с котлетами эти рыбные котлеты вкусные и в теплом и в холодном виде с помидорами или огурцами котлеты есть тоже вкусно рецепт простой из доступных продуктов так что рекомендую вам приготовить такие рыбные котлеты они вам понравятся готовьте с удовольствием и приятного аппетита если вам было полезно это видео то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео а я на этом с вами прощаюсь желаю вам мира и добра до новых встреч в новых видео рецептах пока 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 пока